Субтитры делал DimaTorzok Овсянка, масло и сахар. Вот такие комплекты в кризисном центре на улице Буртняку выдают уже с 10 утра. Как рассказывают работники центра, утром у дверей выстроилась очередь. Однако примерно половина из них осталась с пустыми руками. Вообще пришло в районе 90 человек, но половину из них были вынуждены уйти, потому что у них была справка о том, что они малоимущие. И, к сожалению, у нас нет возможности им выдать пакеты. Есть агрессивные, есть которые не агрессивные. И очень важно, что мне кажется, что не совсем понимают разницу, почему я тоже говорю на латышском языке, труцига, сизинь. В прошлом году на помощь могли рассчитывать как малообеспеченные или мазну дрощинатес персонес, так и нуждающиеся труциги. То теперь сменился Европейский фонд, откуда выделяются деньги, сменились и правила. Продуктовые пакеты выдаются лишь тем, чей доход меньше 120 евро. А таких, по данным Министерства благосостояния, в Латвии почти 64 тысячи. Деньги выделяются из отдельного фонда. Он предназначен для поддержки особо нуждающихся людей. Очевидно, что количество средств в этом фонде ограничено. К тому же статус малообеспеченного лица самоуправление предоставляют по разным критериям. Где-то дают статус уже при доходах 140 евро в месяц, где-то 350 евро. Так что в соответствии с нормами ЕС о равноправии эта помощь оказывается лишь нуждающимся лицам. Наборы можно будет получить в 480 местах по всей стране. Адреса доступны на домашней странице фонда интеграции общества. С июня планируется выдача пакетов со средствами личной гигиены и бытовой химии. А в июле дети из нуждающихся семей смогут получить пакеты с учебными принадлежностями. Всего в течение 8 лет из Европейского фонда для поддержки нуждающихся будет доступно почти 50 миллионов евро.